Это все постройки 19 века. Как и сам по себе город Вифлеем, когда мы въедем, да, что там было? Там была церковь, то есть храм, Рождество и все. И были какие-то там домики маленькие, были кладбища, все основные постройки для 19 века. Расцвет этих городов, есть и католические церкви, есть и католические монастыли. Ну а каким образом Святой Николай связан с этим местом? Просто-напросто Святой Николай был здесь на заре своего только становления. Он вообще, он родился в Малой Азии, в месте, которое называется Ликея, Мире. И он воспитывался своим сначала родителями и своим дядей, который был служителем. И когда дядя вернулся, как вы уже сказали сегодня, из паломнического Тора, из Иерусалима, со Святой Земли, сюда прибыл потом после него Святой Николай. Святой Николай в молодости хотел посвятить свою жизнь полностью монашеской жизни, но где? В пустыне. Он хотел быть монахом-отшельником. И остановился он здесь, здесь, в Бейджале, вот в этой пещере. Но ему было видение, нет, это не ты, это не твой образ жизни. У тебя другое предзнаменование. Ты должен заниматься другим делом. И как раз таки и моего восповедения Библия. И он понял, что, да, значит, он должен возвращаться обратно. Но он возвращается обратно. Он действительно был патриархом. С ним очень связано очень много чудес. Но, что интересно, вот в этом месте, вот с левой стороны, по-моему, там, где золотые купола, сейчас вы увидите эту замечательную церковь Святого Николая. С ним связано очень много чудес. Почему его называют Николаем Чудотворцем? Потому что первое, во-первых, он Николай Чудотворец, а как у нас называют Деда Мороза в Америке, Санта-Клаус, это в честь Николая Чудотворца. Он сначала дарил подарочки. Что значит, какие были подарочки у Николая Чудотворца? Он, когда видел, кто-то нуждается, он незаметно всегда потом вкладывал какие-то или деньги. Допустим, однажды он узнал, что одна семья находится в очень тяжелом состоянии. Все, отец разорился. И вплоть до того, что у них кружки хлеба, мешочек с золотыми монетами. И таким образом семья была спасена. И таких очень много примеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok